Приветствую вас, дорогие мои, на канале Взгляд с Небесный. С вами я, епископ Альберт Раткин. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть желание, поддержите нашу работу. Работы очень много, вы видите. Трудимся, работаем, рассказываем, получаем и ободрение, и одобрение, и критику. И очень благодарны вам за все комментарии. Кто-то просматривает, кто-то отвечает на них. Наша команда растет потихонечку. Спасибо вам большое за все, что присылаете, сообщения. Просите осветить разные-разные моменты. И мы занимаемся аналитикой на канале. И сегодня я хотел бы прокомментировать и проанализировать, наверное, очень интересный документ, который один очень известный фонд, который борется там, или организация борется с коррупцией в России. И они направили куда-то один документ, на который отреагировали уже все наши политики. И не только. И уже религиозные лидеры начали реагировать на этот список. О чем речь? Больше шести тысяч имен, фамилий вошли в этот список. Он структурирован. Я не буду давать ссылку на этот сайт. Там политики, бизнесмены, банкиры, общественные деятели, деятели культуры, звезды, блогеры. Там кого только нет. Да, кого только нет. Там нет религиозных деятелей. И кто-то заговорил о них. Ну, давайте по порядку. Первое, в этом списке имена тех, кого организаторы, кто составлял этот список, борцы с коррупцией, они обратились ко всем западным странам, к правительствам. По нашему российскому законодательству это запрещено. Но я так понимаю, что люди из-за рубежа. Чтобы этих людей, вот эти шесть с лишним тысяч человек, внесли в санкционные списки, то есть ограничили им вообще доступ, поездки. Это первое, наверное. То есть они не получат визы ни в США, ни в Европу, ни в какие другие цивилизованные страны. Это первое. Второе, если эти списки утвердат правительства этих государств, будет наложен, скорее всего, арест на имущество, на бизнес, на счета в банках этих людей. Скорее всего, волна затронет родственников, близких, родных, как мы уже видели, как санкции действуют. И это, конечно, очень-очень неприятно. Кто-то, не знаю, из-за рубежа или здесь в России заговорил о том, что надо кого-то из православных священников внести туда. Весь этот список был написан тех, кто поддерживает военную спецоперацию Российской Федерации на территории Украины. Вот их внесли в этот список. Вот как разжигатели войны, как они назвали это все. И я хотел, почему я сегодня об этом говорю, я хотел бы порассуждать с вами о том, что ждет наших религиозных лидеров, в том числе и протестантов. После этого нашумевшего круглого стола, который вынес решение, которое подытожил там один начальствующий епископ, вышел и на фоне Байнара Госдумы сказал, что мы написали, поддержали, им разослали уже постановление, он сам об этом говорит. И они его утвердили, подтвердили все речи. Мы периодически публикуем одно за другой, вставляем кого-то. Это то, что происходило в Госдуме. Так что будем держать вас в курсе, там много интересного, чего было еще. Но сегодня я хотел бы проанализировать, если это коснется евангельских лидеров. Лидеров, прежде всего, лидеров определенных союзов, у которых очень тесные связи на Западе. Я сегодня говорю серьезно, без ни ернича, ни потрунивания над кем. Вот просто давайте поразмышляем, давайте проанализируем ситуацию. К примеру, попадет туда главный спикер, который выступал там, говорил о том, что любовью будут зло наказывать. И про это зло многие другие до него говорили, в поддержку всей этой операции, всего этого. Вот, например, попадет, я не злорадцу, попадет туда, например, Сергей Риховский в этот список. Что это значит? Это значит, что до конца своей жизни он не сможет выехать в США, навестить своих родных и близких там. Он не сможет там посетить свою альма-матер, семинарию, в которой он учился, получал образование. Не сможет встретиться со своими друзьями, возможно, с кураторами, которые ведут его, направляют, финансируют. А я не знаю, другие союзы близко, но здесь я знаю, пострадают, если их фамилии кто-нибудь внесет в эти списки. Да, пострадает близкий мне, дорогой мне там Дмитрий Шатров, например, у которого тоже есть и там, и там, и там везде, и бизнес, и работа, и родные, близкие. Пострадают те пастора, которые ездят сегодня, как они говорят, ну, на отдых в Америку поехал, там, на яхте покататься, вот, и застрял там где-то в Майами. Представляете, да, если депортируют и дадут волчий билет, что в жизни больше не въедешь в США, не навестишь дочь там, не навестишь никого, если эти люди войдут в эти санкционные списки. Потому что они явно определились, они заявили свою позицию. Вот, и потому что, скорее всего, вот сейчас очень серьезный разговор ведет, религиозных лидеров тоже хотят внести, не только православных, но, скорее всего, и протестантов. Вот лидер адвентистов, который там тоже участвовал, заседал, тоже могут внести, хотя вроде конфессия в США зарегистрирована. Вот, но могут внести, как, не знаю, как кого. И это, конечно, будет печально, печально, когда у многих из них духовное руководство там в США. Вот, кстати, поэтому я запишу, наверное, следующее видео. Я не знаю другие союзы, их связи, вот, но, наверное, в следующем видео я поговорю по Духовному Совету Росхве. И вот, не ругайте, не критикуйте меня там, хотя и ругайте, и критикуйте, как вам будет угодно, вот, если хотите. Я понимаю, что я делаю то, что никто до меня не делал. И первые вот эти два года ненависти, гонений ко мне, они были связаны как раз с той ценностью, свободу слова, которую я отстаиваю. И говорю о том, что мы имеем право говорить, что люди в церквях имеют право говорить, что пастыри могут и должны говорить и заявлять свою позицию, иначе соль потеряет свою силу. Вот, я ни с кем не вступаю в споры, в полемику, там, в какие-то дрязги по поводу, там, того или иного, там, политика, не политика. Очень многие служители сегодня просыпаются. Вот, мне очень приятно, что недавно пастор Артур Симонян записал короткое, там, 6-7-минутное видео, где тоже обратился к этим «Мы вне политики». И очень здраво, очень трезво, и очень честно тоже объяснил это. Но давайте вернемся к этому вот документу, на который я ссылки не буду давать, потому что, как я понимаю, организация запрещена у нас. Не запрещена, может, иная агентом, не знаю всех этих тонкостей всего. Но вот давайте подумаем, вот попадают они в этот список, попадают. Духовный совет РосХВЕ, например. Мне очень жалко будет пастору Мацулу, который и так иностранец, который и так еле держится здесь, и который тоже может войти в списки, в какие-то, вот, за разные вещи, там, или другие члены московского слова жизни, которым и так очень большие сегодня претензии по поводу их деятельности и всего. Я понимаю, как им хочется там накопать что-то на меня, какую-то грязь, опорочить мое имя, лишить, отлучить и все остальное сделать, но это так смешно, друзья. Это такая мелочь по сравнению с тем, что не дай бог, конечно, если они попадут в эти списки санкционные. Если их дети, которые уже бежали в США или в Европу, или в Израиль, или куда-то, вот, возможно, тоже попадут туда. Хочется сказать, да не приведи Господи, конечно. Но сегодня мир очень внимательно следит за, в том числе и за религиозными лидерами. В том числе. И они должны подумать об этом, конечно. Ну, что она думает, это их дело. Вот, поэтому, поэтому, я не говорю за православных или за католиков. Католики страдают. Сегодня несколько уже католических священников, одного из них, моего друга близкого, выгнали из страны, там, предписание дали. Он уехал уже, возглавлял очень серьезную сеть организации здесь. Вот. Ну, вот такие, такие новости сегодня приходят. И мне бы хотелось, чтобы вы продолжали думать и размышлять о тех процессах, которые происходят сегодня в нашей стране, вокруг нашей страны. Вот. Мы живем в этом обществе. Христос послал нас сюда. Он сказал, я посылаю вас в это общество, как овечек среди волков. И мы должны научиться жить. Не выживать, а жить. Жить достойно, честно. Жить по Евангелию. Быть солью, быть светом во всех сферах этой жизни, которая нас окружает. В том числе и в экономике, и в политике, и в культуре, и в средствах массовой информации. Мы не должны бояться ничего. Куда бы нас ни посылал Христос. У каждого из нас свое призвание, свои дары, свои возможности. Вот. Поэтому кто-то объединяется в молитвенные сети. Мы предлагаем также. Вот наша церковь. Мы дали и даем постоянно сейчас адрес, куда вы можете обратиться со своими нуждами, чтобы мы молились. И не только наша церковь, но и другие. Мы раскидываем по церквям, чтобы молились за нужды людей. Благослови всех, Господь. В конце этого видео вы увидите это. А также там будут номера карт, куда можно пожертвовать, поддержать нас. Да, еще хотел обратиться. Если вы хотите стать нашим партнером, партнером канала «Взгляд с небесный», который уже многим полюбился, который растет, который влияет на мнение, религиозное, на общественное, на разное. И вы знаете, что это непростая работа вот сейчас у меня, чтобы объединить всех нас в альянс, в евангельский альянс, в национальный евангельский альянс. Всех, кто желает, конечно же. Кто-то остается в своих старых структурах, в этих эсэсовских структурах. Вот это право. Люди привыкли уже, пастыри привыкли. А куда? А зачем? А что? Но вот анализируя сотни уже звонков, обращений, когда можно вступить, когда можно поговорить, расскажите, объясните. Мы устали. Люди присылают пастыря, епископы присылают очень много информации, очень много трудностей, проблем. Не знают, куда идти. Не только те, кто есть, те, кто были. Кто-то заговорил об обнулении церкви, типа, простим, давайте этих. Но никто не говорит, давайте своих простим. Простим пастырей, которые немножко споткнулись, уступились. Простить епископов, у которых тоже есть трудности и проблемы, которые на острие, которые на острие вообще атак дьявольских. Которые в сражении, которые, да, иногда падают. Но Библия говорит, праведник падает, но встает. А такое впечатление, что свои не дают возможности встать. И вот эти те, кто забивает своих же, бьет, не прощает, отталкивает. Вот у них сегодня все шансы, друзья, попасть в эти религиозные санкционные списки. И тогда все. Тогда бизнес накроется. Тогда счета, деньги заберут тех, у кого есть. А их много. Особенно вот у людей, которые в разных духовных советах. Я об этом расскажу. Я уже давно обещал порассказать вам. Поэтому буду держать вас в курсе в следующих видео. Кстати, по этому вопросу у нас буквально сейчас недавно выступил один из наших экспертов нашего канала. Послушайте тоже. В советское время другое время было совершенно. Страна была закрыта, ничего не знали. За железным занавесом. А сейчас-то это страшно. Это опасно попасть в эти санкционные списки и лишиться всего. Лишиться имущества на Западе. Очень многих из них имущество на Западе. Они вывозят отсюда финансы. Получают там финансы. За рубежом от своих центров и кураторов. Поэтому я, наверное, побольше должен буду рассказать об одном духовном совете. Я все союзы не знаю. Но тот, который знает, наверное, об этом расскажу вам. Поэтому следите. Следите за нами, подписывайтесь. Если есть желание стать финансовым партнером. Потому что эта работа требует много усилий. Много всего. Страна большая. Много приходится сейчас ездить, летать. И встречаться, записывать кого-то. Ваши свидетельства. Вашу боль. Ваши радости. Вашу работу. Во славу Божию. Слава Богу, конечно. Поэтому в личке напишите мне тогда. Или в телеграме. Или если вы хотите поддержать нас. Мы хотим сейчас обновить часть нашего оборудования. Я не боюсь об этом говорить. Это нормально. Нам нужно какое-то новое оборудование. Нам нужно привлекать еще больше людей. Чтобы больше видео выходило. Чтобы помогали нам с монтажом. Еще с чем-то. Поэтому благодарны за все. За каждый рубль. За каждую тысячу, которую вы пересылаете нам. Спасибо огромное. И благослови всех, Господь. Аминь.